Каждый родитель желает своему ребенку только самого лучшего, будь то игрушки, круг общения или возможности для интеллектуального и физического развития. Но все это теряет смысл без основы основ. Здоровье. Без здоровья все удачи и достижения ребенку вряд ли будут в радость. Получить качественную и комплексную педиатрическую помощь – это возможно. И этому будет посвящена программа «Наш семейный доктор». Здравствуйте. С вами Екатерина Моисеева и мой юный коллега Константин. Добро пожаловать в первый клинический медицинский центр. Добро пожаловать в «Наш семейный доктор». До 18 лет два педиатра и весь спектр узких специалистов – кардиолог, ревматолог, логопед, хирург, невролог, офтальмолог, лор-врач, а также гинеколог, уролог, пульмонолог, аллерголог и эндокринолог. То есть, если, например, нужно пройти медосмотр, когда ребенку исполняется год, или перед детским садом, школой или вузом, все можно сделать здесь за один день без нервотрепки и утомительного ожидания. Причем работа в ПКМЦ организована так, чтобы консультация специалиста по возможности сразу подкреплялась результатами соответствующего исследования. Например, электрокардиограмму можно сделать в кабинете кардиолога. То есть, вот у нас все так оперативненько, активненько, доступненько. И сразу же врач может выдать заключение на работе. Взяв ЭКГ в руки, мы сразу можем оценить ритм, оценить частоту сердечных сокращений. И, конечно, далее, проанализировав уже все отделы, интервалы и зубцы, мы уже сможем дать полное заключение по электрокардиограмме. ЭКГ маленькому пациенту, если есть необходимость, могут сделать и на дому. Кардиолог, невролог и, конечно, педиатр осуществляют выезды к маленьким пациентам. Так же, как и специалист по забору анализов. Что, конечно, очень удобно, если самочувствие приболевшего малыша не позволяет с утра пораньше спешить в поликлинику сдать кровь. Первый клинический медицинский центр располагает всеми диагностическими возможностями тщательно и результативно изучить детский организм. Эндоскопические, ультразвуковые, рентгеновские исследования, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Здесь есть все. А еще есть современная лаборатория, где делают все востребованные виды анализов. Так что, например, узнать ответ на такой распространенный у родителей вопрос, а на что у ребенка аллергия, теперь можно быстро и точно. Оперативность, комплексность и комфорт. Вот три постулата, на которых основана забота о маленьких пациентах в педиатрическом отделении ПКМЦ. На каждый возраст, на каждую потребность здесь разработана специальная программа медицинского обслуживания стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей в год. Причем в эти программы включены не только визиты к врачам и анализы, но и такие приятные и полезные процедуры, как, например, 10 сеансов галлотерапии. Ведь всем известно, что пребывание в соляной пещере благотворно влияет на детский иммунитет, помогает справиться с дерматитами и хроническими болезнями верхних дыхательных путей. А с июня ПКМЦ предлагает еще один вариант комплексного обслуживания. Сертификат на полгода стоимостью 6 тысяч рублей на 11 приемов у любых специалистов. Какой вариант предпочесть для вашего чада, помогут выбрать врачи. Ну и, конечно, мы проводим еще, ну это в педиатрическом рамках, прививки. Посмотр перед прививкой. Причем прививки у нас инактивированные, импортные, которые, в общем-то, пользуются популярностью среди не только ковровского населения, но и всей Владимирской области. И это неудивительно. Вакцины, которые используют ПКМЦ, комбинированные. Это когда вместо традиционных двух или четырех инъекций можно сделать всего одну. Это и менее травматично, и консервантов в организм малыша поступает меньше, а значит снижается вероятность побочных явлений. Также нетравматично, с ювелирной бережностью для детского хрупкого организма в Первом клиническом медицинском центре работают хирурги. Им можно доверить едва ли не все детские проблемы – от вросшего ногтя и короткой подъязычной уздечки до оперативных вмешательств в условиях стационара. Пресловутый миндальный, например, тончайшим эндоскопом удаляет буквально за 15 минут. Да так, что ребенок и не вспомнит, что с ним что-то происходило. Опытные анестезиологи обеспечат маленькому пациенту легкий лекарственный сон, из которого малыш без проблем выйдет сразу по окончании вмешательства. Здесь же можно сделать едва ли не уникальную для города ринопластику при искривлении носовой перегородки, которая является одной из самых распространенных причин проблем с дыханием. Паховые грыжи тоже мы не в неком конкуренции, потому что лапароскопически делаются паховые грыжи. Это еще три маленьких прокола небольших, на которые даже в принципе швы не накладываются. Операция длится несколько минут, несколько десятков минут. И при этом пациенты потом начинают вставать, уже ходить. Они в тот же день, в принципе, встают, уже ходят. А на следующий день они уже отказываются от обезболивающих, они уже бегают по коридору. Те же самые лапароскопические операции при барикоцеле. То же самое, три прокола небольших, и дети на следующий день уже в обезболивании нуждаются. Операция на печень. Есть и кисты печени, кисты селезенки. То же самое, лапароскопические операции. Бывают лапароскопические ударяем селезенки. Кисты почек и опухоли надпочечников. Возможны резекции кишечника, тоже лапароскопические, при заболеваниях. И это не все. Еще одна частая детская проблема – это, конечно, трудности формирования правильной речи. Все родители понимают, что она во многом залог успеха в профессии и в жизни. Опытный логопед, принимающий в ПКМЦ, поможет исправить дикцию, поставить произношение, расширить словарный запас. Первый визит к этому специалисту было бы не лишним нанести, когда малышу исполняется всего год. Чтобы доктор оценил, как сформирован речевой аппарат. Например, не укорочена ли подъязычная уздечка. Ведь от этого напрямую зависит, как быстро и качественно ребенок будет осваивать звуки, а позднее – чтение письмо. К слову, раньше детей старше года подрезать уздечку направляли в клиники Владимира других городов. Теперь это вмешательство в любом возрасте быстро и качественно можно выполнить здесь, в стационаре ПКМЦ. Какие еще проблемы могут быть? У ребенка может быть, ну, как мы все говорим, что так называемая каша во рту. Да, это всевозможные дезортрические проявления, которые обусловлены слабой иннервацией речевого аппарата. То есть, проще говоря, те нервные импульсы, которые головной мозг посылает из своих речевых центров к нашему речевому аппарату, они просто на каком-то этапе остаются там же и не доходят до места, так скажем, конечной точки своей. И с этим частым у детей явлением тоже можно справиться, как и заикание. Для этого в Первом клиническом медицинском центре используют как классические способы, например, логомассаж. Также при помощи этого массажера очень хорошо, эффективно ставить звук Р, например. Так и аппаратные методики. В частности, динамическую электронейростимуляцию, помогающую разбудить и восстановить связи между мозгом и мышцами, чтобы добавить речевому аппарату ребенка послушание. Для того, чтобы он был послушным, ловким, смелым и умелым, и все-все умел, мы немножечко его пощепотим, да? Чувствуешь что-нибудь? Да? Немножечко покалывает? Давай, открывай. Причем настроить интенсивность воздействия можно для каждого маленького пациента индивидуально, чтобы процедура была не только полезной, но и не приносила дискомфорта. Словом, к этим врачам ходить не страшно и неутомительно, потому что в педиатрическом отделении первого клинического медицинского центра учли пожелания и маленьких пациентов, и их родителей. Выбирайте возможность дать детям все самое лучшее, чтобы во взрослую жизнь они вошли уверенными в себе, удачливыми и, конечно, здоровыми. Выбирайте ПКМЦ. Гарантировать своему ребенку врожденное 100% здоровье мы, к сожалению, не можем, но мы можем приложить все усилия для того, чтобы оно стало именно таковым. Будьте бдительны, пусть ваши дети будут здоровы. И тогда к этому обязательно приложатся и успехи, и удачи, и перспективы, о которых мечтает каждый родитель. С вами была программа «Наш семейный доктор» и ее ведущий Константин и Екатерина Моисеева. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!